Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал возможность ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. Отвечая на вопрос журналиста Аль Джазиры, хотел ли бы он видеть их в регионе, Пашинян заявил, что это можно обсуждать не в рамках двустороннего диалога с Москвой, а в составе Минской группы ОБСЕ, он напомнил, что Россия – сопредседатель этой группы. Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон, сказал Песков. Источник в правительстве Армении сообщил РБК, что введение миротворцев в непризнанную НК практически невозможно. Азербайджан не пошел на это в 1994 году. Тем более он не согласится сейчас, сказал собеседник. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Ангела Меркель провели второй за несколько дней телефонный разговор. Глава армянского правительства заявил об участии Турции, а также иностранных наемников в боях в Карабахе. Пашинян представил информацию о ходе боевых действий, он рассказал об участии турецких военнослужащих, а также о переброске наемников и боевиков из Турции в Азербайджан, сообщила пресс-служба армянского правительства. Делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Армении Араратом Мерзаяном, посетила 3 октября с экстренным визитом непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. В рамках визита Мерзаян провел отдельную беседу со своим коллегой из Арцаха, Карабаха, Артуром Товмасяном, затем встреча продолжилась в расширенном составе, говорится в сообщении пресс-службы армянского парламента. Президент Азербайджана Эльхам Алиев направил письмо турецкому коллеге Риджепу Таипу Эрдогану, в котором поблагодарил его за поддержку в связи с последними событиями в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Ваши очень открытые и жесткие заявления еще раз показали, что Азербайджан не одинок в своем правом деле. Руководители соответствующих государственных структур, члены парламента и представители общественности Турции также выразители свое однозначное отношение к вопросу, говорится в послании, опубликованном на сайте азербайджанского президента. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жазеп Баррель обсудили ситуацию в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Баррель выразил серьезное беспокойство напряженностью в регионе. Он отметил, что ЕС заинтересован в Дейскало-ЦИИ ситуации и поддерживает усилия минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта, сообщает МИД Азербайджана. Субтитры создавал DimaTorzok